Агрегат Павла Мезина Автомобиль только не называли в советские годы. Граждане полюбили его за компактность и хорошую проходимость. Машинка вызывала еще улыбку. Такая кастрюлька. Дачный автомобиль. В 60-е годы очень часто ее можно было видеть. Нагруженную различным скарбом дачным, плетущуюся по косогорам. Ты смотришь, какая улыбка такая. Он такой забавный лягушонок. На него девушки заглядываются. Машина будто только салона. Детали все родные. Бензиновая печка, передний багажник, жабры для охлаждения. Перешивали только салон. Я не люблю современные автомобили. Мне все старые автомобили более приятные, интересные. И на них езда настоящая. Тут никаких усилителей. Чувствуешь машину, чувствуешь дорогу. Это такая работа. Волга 21-й модели. О таком автомобиле мечтала каждая советская семья. А позволить себе ее могли только очень состоятельные люди. Воспоминания, что это у представительского класса советская машина. И у моих родителей была Волга. У меня такие теплые ностальгические воспоминания с этой маркой машины связаны. Волга, Волга, Волга. Вы о ней мечтали? До нее как до Луны была. Дорогая была. ВАЗ-2101 1978 года выпуска. Замечательная машина. Чем вам нравилась эта машина? Всем абсолютно. В народе машину прозвали «Звезда». Крупная, тяжелая в управлении. А какой руль? Чтобы было удобнее водить, его любили обматывать изолентой. По совету друзей, решил приобрести автомобиль Москвич. Новая модель. Москвич 412 прослыл самым народным автомобилем 70-х. В советские годы такой стоял в каждом дворе. На москвиче всей семьей ездили на море, возили детей к бабушкам в деревню. Машину собирали на заводах Москвы и Ижевска. Помню, он был маленький, папа его только купил. Оранжевый такой. Вот на нем ездил. Этот автомобиль в 1946 году не нуждался в представлении. Победа сошла с конвейера и сразу завоевала любовь советских автомобилистов. Там, квафраки. Так с гордостью называли машину за границей. Игорь Валерьевич на такой еще подростком учился водить. И после отца сохранил ее в первозданном виде. Чайка, копейка. Советские автомобили ценили за качество и надежность. Давали им ласковые прозвища, как члены семьи. Например, «Ласточка». Советские мужчины их ремонтировали, считай, собирали по запчастям сами. По этим посиделкам в гараже у многих сохранилась особая ностальгия. Научились кататься на Запорожце Татьяна Рябова и Иван Мишневский.